Диагноз В этом году 5 медучреждений Ставрополя получат новое оборудование. Это станет возможным благодаря нацпроекту здравоохранения. Его реализацию обсудили на совещании, которое провел губернатор Владимир Владимиров в режиме видеоконференцсвязи. Отмечается, что медтехнику обновят в краевом клиническом диспансере и межрайонном онкодиспансере. Запланировано также дооснащение оборудованием организаций, которые работают с пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это городские больницы Кисловодска и Невиномыска. Кроме того, в рамках нацпроекта закупят 37 передвижных медицинских комплексов, мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, флюорографических и маммографических кабинетов. Они будут обслуживать жителей в самых отдаленных уголках края. Губернатор нацелил ответственных лиц держать на контроле эту работу, чтобы все планы были вовремя реализованы. В Кочубеевском округе в этом году отремонтируют отрезок автодороги Кочубеевская-Балахоновская-Армавир. Там обновят покрытие, укрепят обочины и нанесут свежую разметку. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Отметим, что в прошлом году на этом объекте уже обновили два пятикилометровых участка. В 2021-м планах привести в порядок более двух километров трассы. Станицы Незлобной Георгиевского округа капитально отремонтировали школу. Там обновили классы и коридоры, а также установили новую мебель и оборудование. Масштабное преображение завершили к 55-летнему юбилею образовательного учреждения. Реконструкцию провели по национальному проекту образования. В Кисловодске в этом году начнут строить новую хореографическую школу. Там смогут заниматься 400 детей. Объект возведут в центре города. Там расположатся теоретические танцевальные классы, раздевалки и актовый зал. Объект построят в рамках краевой госпрограммы сохранения и развития культуры. Продолжение следует...